Озеленить придомовые и общественные участки, привести в порядок детские площадки и многое другое. ТОС и Наринмара продолжают благоустройство своих территорий. Многие задумки жители могут реализовать как за свой счёт, так и за счёт городского бюджета. Александра Литкова расскажет подробнее. Универсальная площадка для развлечения детей и занятий спортом, место для проведения дворовых праздников и других культурно-массовых мероприятий, а ещё пруд с фонтаном. Ещё несколько лет назад на этом месте в посёлке Захребётный была свалка. Сейчас отдохнуть на благоустроенной территории в этом микрорайоне приезжают практически со всего города. Приходят народу, очень много бывает вечером. В субботу, в воскресенье, если вот такая погода, тут не притолкнётся. И там, и там люди очень довольны, потому что там посидеть можно у нас в камейке. Деревья, если небольшие, там посажены, но они подрастут. Так что на будущее очень люди довольны остаться тем, как в парке побывали. И тут потренировались и посмотрели на китёнка, и на лебедей, и на уточек. Первые шаги по благоустройству своего района жители финансировали за свой счёт. Затем стали выходить на конкурсы грантов. В этом году Захребётный выиграл средства в размере 50 тысяч рублей. В рамках конкурса, проводимого ресурсным центром некоммерческих организаций Ненецкого округа «Дорога добра» среди ТОСов без образования юридического лица. Ну вот сумму, мы закупили материал и построили смотровую площадку около пруда. Там она, вот где пруд, там, видите, близко к берегу не подойти, а мы построили и покрасили её. Это сделали своими силами, ну а материал закупили за счёт гранта. Также мы выиграли грант по посадке, это по НКО в том году, деревья посадили, в сей год это клеца. В клумбы цветы купили посадили тоже. В микрорайоне Малый Качгат проживают около ста жителей, и здесь пока только планируют обустроить подобную площадку. ТОС уже не раз участвовал в грантовых конкурсах ресурсного центра. В этом году удалось победить сразу в двух номинациях – «Дерево дружбы» и «Лучший проект». В рамках одного из них и будет построено место отдыха. Мы с соседями рассчитываем, что уже в этом году начнётся реализация первого этапа этого проекта по созданию детской спортивной площадки. И когда будет поднята площадка до незатопляемого уровня, в сентябре мы высадим семена трав и посадим берёзки. В номинации «Лучший проект» мы писали проект «Теремок», который предполагает закупку садового павильона для проведения культурно-массовых мероприятий, а также на закупку столов и скамеек. Благоустройство общественных территорий и привлечение к этому горожан – одна из задач ТОСов. И если они без образования юридического лица, то получить поддержку из бюджетов разных уровней непросто. Замечательно, что в Ненецком округе существует такой механизм, когда администрация региона вместе с администрацией города Наринмара через ресурсный центр НКОНАУ оказывает поддержку территориальным общественным самоуправлениям. Для нас это имеет огромное значение и это достаточно весомая помощь, потому что благодаря грантовым средствам мы можем реализовать свои, пусть небольшие, но и интересные задумки, направленные на благоустройство, создание комфортных условий проживания в нашем микрорайоне. В микрорайоне мирные работы по благоустройству общественных территорий тоже не стоят на месте. По программе в рамках социального проекта, направленного на развитие территориального общественного самоуправления, благоустройства поселка Добро соседям, профинансированным из средств бюджета администрации муниципального образования города Наринмар, жители Мирного в этом году приобрели клумбы и цветы в комбинате «Солнышко». В дальнейшем мы планируем еще благоустроить спортивную площадку, то есть там необходимо, на наш взгляд, спланировать земельный участок, то есть разровнять его, спланировать, где-то, может быть, отсыпать. Точно так же в этом году хотим посадить там уже саженцы деревьев, и на следующий год уже там будем озеленять уже именно клумбы, садить цветы. Жители Каджгарта приняли участие в конкурсе грантов впервые и заняли второе место в одной из номинаций. На эти средства членами ТОСа было решено провести конкурс на лучший двор среди жителей микрорайона. У наших жителей очень красивые дворы, мы решили их таким образом поощрить, чтобы потом эту культуру развивать, чтобы облагораживать общую территорию. Сумма гранта небольшая, это 10 тысяч, но это очень хорошо, потому что этого хватает на подарки, на поощрения, и совсем скоро мы уже конкурс провели, совсем скоро будем награждать победителей. Прежде чем приступать к облагораживанию своих территорий, жители микрорайонов, конечно же, сначала прибирают их от мусора, в том числе и береговые линии. Ежегодно нужно его чистить и облагораживать. К сожалению, у нас очень много мусора приходится при периодом наводнения и так далее. Мы убрали большое количество, чистый город прекрасно справился с тем, что убрал большие мешки мусора, которые мы собрали. Сейчас у нас есть большие несанкционированные сквалки, которые находятся по берегу. Мы их тоже организованно убираем с администрации города и с мунконтролем. И, конечно же, участвуем во всех акциях всероссийских по чистке города, по прибережной территории, потому что это очень важно для экологической составляющей окружающей среды. Несмотря на то, что очистка береговых линий была проведена еще весной, активисты ТОСов 16 июля присоединятся к ежегодной всероссийской акции «Нашим рекам и озерам. Чистые берега». Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал Север.